Мы приехали в Масайский кэмп, сегодня утро, мы переночевали здесь, это такое место, ну, скажем так, мы когда подъехали, я думала, ну что, ночевать в лесу будем, холмы и посредине деревьев такие вот небольшие домики, в очень таком аутентичном стиле, Масай, которые все там устраивают, помогают, ребята сказали, что ночью могут быть звуки разных животных, я, правда, сегодня ночью не слышала ничего и отрубилась, и слышала только как дождик по крыше стучит, потому что всю ночь шел дождь, но очень классно, атмосфера такая прям расслабляющая, нет интернета, телефонов, абсолютный детокс, как сейчас модно говорить, а сам кэмп, конечно, достоин внимания отдельно, тут очень прикольные ванны с туалетом, они такие полудикие с одной стороны, с другой стороны все очень уютно и комфортно, потому что вчера перед тем, как пойти в душ, Масай принес ведро теплой воды, налил, и я мылась абсолютно, вроде бы, на улице, да, но теплой водичкой, и все было очень комфортно, при том, что я вообще не мерзлявая, страшно, и очень не люблю вот это вот все, люблю комфорт, очень классное сочетание комфорта и вроде бы такой вот абсолютной дикости, когда там люди в палатках живут, здесь это очень грамотно все совмещено, так что я предлагаю вам посмотреть, как мы тут жили, а я пойду собираться ехать в лес на мотоцикле. Еще здесь очень интересный грунт, кажется, издалека сначала, что это песок, подъезжаешь поближе и думаешь, что кто-то, наверное, дорогу посыпал каким-то антигололедным препаратом, а на самом деле это такой вот местный, ну, не знаю, к камне песок, потому что это, в общем-то, как будто бы песок, но такой вот большой структуры камушки, если приглядеться, видно вокруг эти камни, они насыпаются просто от ветра, от погоды с годами и образуют вот такой замечательный грунт, я первый раз такой вижу, нигде такой я раньше не видел. В то время, как весь караван двигается на автомобиле Тойота замечательном, который перевозит детей, весь скраб и все остальное, мы едем на мотоциклах. Сегодня у нас второй день будет, едем абсолютно в прогулочном режиме, вчера вкатывались по гридерам и чуть-чуть по лесным дорожкам, ну, во-первых, потому что я после травмы, еще было непонятно совершенно, как моя спина на это отреагирует, но вроде все обошлось, все хорошо, спина не заболела, поэтому сегодня дорожки будут немножко более такие, как местные говорят, треки, да, немножко посложнее, но, опять же, я говорю, это все очень такой совершенно лайтовый режим, то есть умеющий человек, он даже и на большом эндуре, на гуси здесь все проедет. Даже несмотря на то, что прошел дождь ночью, говорят, сегодня будет несложно, потому что тропинки в основном песчаные, естественно, песок всю эту воду впитал, мы едем на вот этих замечательных EX-450, очень они в хорошем состоянии, практически новые, идеально подготовленные, ребята настроили нам подвеску каждому пожеланию, все рычаги отрегулировали, абсолютно все прислушивается к каждому пожеланию, я сначала начинала ехать на 13 номере, но оказалось, что в него загружена карта больше под мотокросс, а я люблю более такие, как бы, растянутые мотоциклы, ближе к ролинам, не такие резкие, поэтому в итоге пересела на четверочку, которая как раз для моего характера, для моего стиля езды подходит лучше, вот. И, собственно, таким образом мы путешествуем, смотрим вокруг, что происходит, видели даже обезьян очень классных, таких мохнатых, которые занесены в Красную книгу, не помню, правда, как они называются, но, я говорю, это, в общем-то, и не важно, потому что мы ездим, наслаждаемся природой, и так классно, вот, реально, просто отдыхать на мотоцикле. Я, пожалуй, наверное, никогда этого не делала, потому что все время либо ты тренируешься, либо ты в гонке, а тут просто едешь, наслаждаешься природой, где хочешь, останавливаешься, делаешь фотки, смотришь по сторонам, очень здорово, я просто балдею, мне очень нравится. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА